Продолжаем наш эфир. Питер Залмаев, директор Евразийской демократической инициативы, подключается к эфиру канала Freedom. Здравствуйте, Питер. Рад вас видеть. Питер, рада приветствовать. Добрый, рад вас видеть. Добрый день. Питер, вот хотим с вами о чем поговорить. Соединенные Штаты Америки готовы ввести дополнительные экономические другие санкции в отношении государства Иран. Что стало причиной это сотрудничество по военной сфере Ирана с Российской Федерацией. Об этом Джон Кирби сообщил, координатор Совета национальной безопасности Белого дома. Как вы думаете, Питер, что могут за санкции ввести Соединенные Штаты Америки сейчас, чтобы Ирану действительно стало больно? Потому что такое впечатление, это уже знаете, как Иран, это как нарицательное со словом санкции. Всегда приводят в пример кучу, давайте вот откровенно, даже репортажи из этой страны приводят. И Кока-Кола там продается, и различные товары иностранные. Вроде как приспособились. Но вот что болезненного может для Ирана предложить сейчас Джон Кирби? Ну действительно, вот тот же Джон Кирби обратил внимание в этом объявлении, когда заявляли о очередном пакете санкций, что Иран уже, я вот его цитирую, буквально является страной, в отношении которой и так введены едва ли не самые большие санкции Запада. Если до вторжения России в Украину Иран был самым подсанкционным режимом в мире, сейчас эту честь, эту почетную должность занимает, собственно, Российская Федерация. И вот таким образом сейчас они и сотрудничают друг с другом, знаете, выручают друг друга два брата по несчастью, Иран и Россия. Две самых подсанкционных, санкционированных вообще правительств в мире. Учитывая, что, не забывайте, Иран и Россия всегда были скорее соперниками, нежели союзниками. Я даже сказал, врагами. То есть я сейчас говорю про Персию еще, разумеется, еще до того, как эта страна начала называться Ираном. Но вот сейчас такая ситуация, когда два режима, они друг друга вынуждены выручать. Вопрос, что может сейчас сделать Америка по поводу Ирана, после того, как она уже в первом протезающем санкции, тогда за, собственно, ядерную ракетную программу Ирана, начала карать Иран, вводить санкции, собственно, если вы помните, вот первое такое вот отключение свиста, по сути, было применено именно против Ирана. И в том числе в ходе этой, так называемой, твиттерной зеленой революции, когда президентом Америки еще был Ахмадинежад. Он даже приезжал в то время в Коумийский университет, где я учился, и у меня была возможность даже прийти на его выступления Ахмадинежана, где он, кроме всего прочего, заявил, что гомосексуалиста в Иране нет. Это вот просто то, что запомнилось из его выступления. Но, опять-таки, действительно, вопрос остается открытым, могут ли что-либо сделать западные чиновники, чтобы положить конец этому сотрудничеству Ирану и России. То, что нам, в Украине, интересно в первую очередь. Вы знаете, что уже и Иран-Союз принял очередной санкционный пакет, новый санкционный пакет против Ирана. И Великобритания ввела в одностороннем порядке тоже санкции против Ирана. В основном речь идет о конкретных представителях этого революционного иранского режима. И можно предположить, что и в этот раз они будут более-менее косметические. И я не думаю, что покуда Запад не готов предложить Ирану в качестве нового сотрудничества, не посудить Ирану некой, знаете, морковки или, скажем так, пряник, как говорят у нас, вместо постоянного кнута, Иран будет продолжать оставаться сейчас в экономической орбите Российской Федерации. Опять-таки, как братья по несчастью. Они смотрят, видят, что, собственно, пока от Запада ничего, кроме таких угроз, нет. А вот, опять-таки, сотрудничество с Россией и, разумеется, с Китаем, который является, наверное, важнейшим сейчас союзником Ирана, позволяет все-таки Ирану оставаться на плаву и быть уверенным, что никакие санкции, по сути, сейчас режиму не угрожают. То есть, имею в виду прочности режима. Да, сейчас много вопросов, которые приходится решать, в том числе, естественно, Соединенным Штатам Америки, пожалуй, главному стратегическому партнеру Украины на данном этапе. В любом случае, на дипломатическом уровне есть сейчас два события или даже две локации, к которым приковано особое внимание мирового сообщества. Первое — это Соединенные Штаты, поскольку там проходят переговоры относительно предоставления Украине гарантии безопасности. Ну и, конечно, Саудовская Аравия, где более чем 40 государств соберутся в субботу и воскресенье, будут также обсуждать дальнейшую судьбу и гарантии безопасности для Украины. Давайте сначала о Соединенных Штатах. По имеющейся у вас информации, как продвигаются переговоры, возможно, есть какие-то достижения конкретные? Мы сейчас говорим, когда вы говорите про Штаты, что именно? Еще раз, можете повторить? Да-да-да, то, что глава офисопрезидента Андрей Ермак и команда приехали для того, чтобы обсудить предоставление Украине гарантии безопасности. То есть отправной точкой было выбрано именно Соединенные Штаты Америки для того, чтобы на базе этого стать примером для других государств или оформить некий документ, отталкиваясь от которого можно и с другими государствами официально подписывать гарантии безопасности. Ну, вы знаете, к сожалению, я даже переспросил, потому что вы откроете сейчас даже New York Times, там, Watch the Post, особо про это сейчас в американских газетах ничего не пишут. К сожалению, пока нет политической воли предоставить Украине с какой-либо значимой гарантией безопасности или какие-либо креативные идеи. Вот буквально сегодня я о собственном эфире обсуждал с известным политологом Андреасом Умландом идею создания каких-то таких незакрытых воздушных зон над Украиной, которые бы непосредственно влияли на жизненные интересы, экономические интересы европейских стран. То есть имеется в виду тут, разумеется, и порты украинские, дунайские, откуда идет зерно на европейские страны. И на другие страны, имеется в виду европейские страны, разумеется, страны глобального юга, так называемые. Ну и, допустим, Чернобыль, разумеется, безопасность Чернобыля. Это затрагивает интересы всех абсолютно стран на европейском континенте. Вот создать такую бесполетную зону над Чернобылем и так далее. Опять-таки спекулятивно сейчас. Но вот таких пока идей, кроме как среди политологической среды, мы не слышим от администрации Байдена, который пока не готов Украине не дать ни АВ-16, несмотря на то, что одна за другой обучающие программы создаются. И вот уже даже определили группу украинских летчиков, как вы, наверное, уже слышали, которые будут обучаться на АВ-16, и которые будут проходить, в том числе, языковые курсы и так далее. По атакамсам, к сожалению, вопрос не решен. Я, если вы помните, когда я приехал месяц назад из Вашингтона, я вот был окрылен тем, что я услышал там. Была такая, если не уверенность, то оптимизм среди людей, с которыми я встречался, которые говорили, что вот да, вместо, допустим, в качестве компенсации за Вильнюс, где Украина не получила конкретные сроки своего членства в НАТО, да, никакого обещания конкретного, Украине могут дать атакамсы. Белый дом продолжает быть заложником своих страхов по поводу русского медведя, что это будет расценивано как слишком провокативный такой шаг. Ну, вы знаете, тут даже, может быть, играет роль тот факт, что украинская сторона сейчас достаточно успешно блокирует военно-морское присутствие России в Черном море. Один за другим поступает новость о том, как, по сути, сейчас поставлено под угрозу вообще экспорт российской нефти, а также зерна в ходе ударов по большому военному кораблю России вчера в Новороссийске. Возможно, американская сторона это видит и расценивает, как, ну вот, если это происходит, возможно, Украина сама сейчас способна наносить подобного рода удары. В Саудовской Аравии, Джида, там в субботу-воскресенье состоится встреча, представители более чем 40 государств будут обсуждать также гарантии безопасности для Украины. Чего, как вы считаете, следует ожидать от этого мероприятия, от этого события, столь масштабного события, на которое и тут следует это подчеркнуть, Россию даже не пригласили? Ну, при этом Индия, Бразилия и Китай будут, как бы, вроде как, не самые последние партнеры России. Это серьезная пощечка для Российской Федерации, тот факт, что Бен Сальман, Мухаммед Бен Сальман, наследный принц Саневской Аравии, решил пойти на такой шаг, не просто созвать этот форум, а вполне согласиться с такой формулой «минус Россия». Все страны задействованы в помощи Украине, сама Украина, страны подальнего юга, США, страны-коалиция «Рамштайн», сама Саневская Аравия, другие арабские страны, минус Российская Федерация. Это, несомненно, сигнал России, что терпение стран глобального юга лопается. Задал этому помощь, если помните, несколько недель назад президент Кении, после комментарии к решению России о выходе из зерновой сделки, именно президент Кении тогда назвал это ударом ножом в спину, это решение. Все прекрасно понимают, кто виновник возможного голода в этих странах глобального юга, Ближнего Востока, Африки и так далее. Соответственно, и реагируют они тоже соответствующим образом. Тут также важно не просто тот факт, что эта встреча проходит с Саудовской Аравией, которую доселе Российская Федерация считала своим союзником и даже рассматривала кучу удобного партнера по этому нефтяному картелю ОПЭК. Помните, Мухаммед Бен Сальман еще год назад согласился с Россией собственно не повышать добычу нефти, чтобы не прогинялись цены на нефть. Так вот, сейчас уже есть информация о том, что эти отношения дают сбой, но тут также важно еще и присутствие Китая. Ли Хуэй едет на эту встречу. Опять-таки, это тоже сигнал от Пекина, что Путин не может абсолютно как данное рассматривать поддержку Пекина на неопределенный срок. Терпение Пекина тоже лопается. Пекин понимает, что из-за такой поддержки России проседает торговля с европейскими странами, объем которой просто несравненно более высок, чем объем торговых отношений с Российской Федерацией. Поэтому я думаю, что это прекрасная возможность для Китая показать, дать сигнал Путину. Что касается непосредственно каких-то резолюций или каких-то конкретных решений, в Саудовской Аравии я был бы сейчас осторожным и, наверное, предоставил бы из надмерного, скажем так, из чрезмерного оптимизма. Но, опять-таки, символизм того, что это проходит в Саудовской Аравии, что это проходит без России, что туда летит и представитель Индии, и Китая, само по себе это, несомненно, прорыв украинской дипломатии. Питер, а почему именно Саудовская Аравия, вот и вы тоже называете символизм, можете объяснить свою позицию? Саудовская Аравия, ну, это очень важно, потому что, опять-таки, Могаммед бен Сальман вместе с Путиным были такими яркими лидерами, изгоями. Последнее время, еще до начала этой войны, вы помните, на встречах большой семерки, извините, большой двадцатки, когда Путин еще туда ездил. Вот Бен Сальман был, наверное, один из немногих лидеров, который не просто ручкался, то есть сжал руку Путину, но даже, помните, возможно, фотографии, где они делали друг другу хай-фай. Так вот, сейчас Могаммед бен Сальман понимает, что ему нужно выходить из этой изоляции, которая была им же создана в результате расчленения саудовского журналиста Хачоджи, вы помните, в саудовском посольстве, в Истамбуле. И он понимает явно, что Саудовская Аравия с Россией не по пути, по крайней мере, складывать все свои яйца в одну корзину, ему явно невыгодно. Продолжается война и на юге Саудовской Аравии с иранскими прокси-хуситами и так далее. И, разумеется, Саудовская Аравия не намеревается закупать российское оружие для этого, а она продолжает оставаться в зависимости от военного сотрудничества именно со Штатами. Это единственная гарантия безопасности для этой страны. Поэтому Мухаммед Булсальман понимает, что ему нужно как минимум балансировать, ему нужно увеличивать свое вообще реноме страны не только на общем глобальном уровне, но и на конкретно региональном. Поэтому посодействовать вопросу регулирования землевой сделки для Булсальмана он сорвал бы реальный куш, учитывая, как многие из этих стран являются мусульманскими странами и поэтому являются очень частью внешнеполитической ориентации стратегии Саудовской Аравии. Это тоже очень важный фактор для Булсальмана. Поэтому целая совокупность факторов. Я думаю, что это очень важный сигнал для Невера Путина, что ему рассчитывать на такую безоговорочную поддержку стран глобального юга не стоит. Я думаю, что все эти антиколониальные месседжи, которые он использует с определенным успехом в Африке, но вот они точно не пройдут в Саудовской Аравии. Бен Сальман поиграет с Путиным и так далее, но в результате я не думаю, что он готов идти в объятия к Путину, подобно того, как это делает Иран. Я думаю, что... Ну и Иран, опять-таки, как я тоже сказал. Эта дружба тоже очень ограничена и с большими, скажем так, сносками, да? Но если я расшиваюсь, то в Саудовской Аравии Иран как раз рассматривается как дестабилизирующий фактор. Поэтому, возможно, это как раз и отдаляет Бен Сальмана от Путина. Да, и еще, друзья, не забывайте, тут очень важный целый отдельный разговор, разумеется, Бен Сальман очень надеется все-таки на нормализацию отношений с Израилем. Вот это тоже очень большой куш, которую сорвало бы и израильские линии, и Бен Сальман. Если это будет сделано хотя бы по примеру того, как нормализовались отношения между Эмиратами и Израилем, и, разумеется, без влияния здесь Вашингтона, без этих категорических Сашингтона это просто не произойдет. Поэтому тут целый клубок таких геополитических факторов. Ну и, опять-таки, сложилась благоприятная ситуация для Украины продвинуть свои тезы. Поэтому еще раз говорю, что это просто неимоверно серьезный прорыв украинской дипломатии. Питер, завершающий вопрос вам поставлю. Блумберг пишет, что в сентябре Владимир Зеленский в Нью-Йорке на Генассамблее ООН изложит свои преимущества украинского мирного плана. И как раз вот в Саудовской Аравии и будет сбор, в том числе, голосов, поддержки для Украины в ООН. Для того, чтобы все-таки африканские государства, которые, давайте откровенно, очень далеки от этой войны, по крайней мере, географически и культурно, для них нужно иметь какие-то привилегии. Бизнес, политика, вот их интересуют такие вещи. Как вы думаете, получится ли склонить какие-то страны глобального юга к этому голосованию? И вообще, важно ли, чтобы вот этот план Зеленского поддержало большинство? Вот что произойдет в таком случае? Ну, опять-таки, друзья, не забываем, что голосование Генассамблеи ООН ни к чему никому не обязывает. Даже саму же другим институциям ООН, тому же Совбезу, Генеральная Ассамблея не указ, но, опять-таки, как такой, можно сказать, парламент глобальный, это, наверное, единственный эквивалент тому, что мы подразумеваем под глобальным парламентом, не правительством. Правительство, скорее, все-таки, это исполнительная власть, это все-таки, наверное, Совбез, опять-таки, не идеальная параллель. А вот Генассамблея, это такой делиберинг, то есть говорильня, это такой парламент, опять-таки, и его резолюции, разумеется, нужны как барометр, скажем так, общественного мнения, настроения пополам, что называется. И несмотря на то, что Путин имеет, опять-таки, определенные достижения на африканском континенте, все-таки 22 государства из Африки голосовали, скажем так, воздерживались от голосования за или против, то, что подавалось российской пропагандой, как чуть ли не безупречная поддержка. Напомню, что за Россию там проголосовало две или три страны, включая Мали, где, по сути, свеженно-законное правительство, и сейчас там хунта, которую охраняет ЧВК Вагнер, солдаты, да, и вот самое репрессивное государство на африканском континенте, Эритрия, тоже проголосовало, собственно, за Россию. Это все. Интересно будет, на самом деле, посмотреть, как проголосуют на этот раз в контексте этого переворота в Нигере, как проголосует Нигер, как проголосует ЦАР, страна Африканской республики, Мали. У меня подозрение, что намного лучших результатов для Российской Федерации не выйдет. Опять-таки, потому что это настроение на континенте, эта температура уже была замедлена этим форумом. Африка, Россия, который прошел в Петербурге, куда приехало вдвое, втрое меньше глава государства, чем на это рассчитывал Владимир Путин. Питер, можно очень коротко? А вот все-таки это голосование, оно к чему-то обязывает? Вот в чем же его смысл? Почему Россия так борется за эту поддержку в голосовании за них? Почему они форумы постоянно проводят? Путин со всеми делает селфи с лидерами африканских стран. То есть, в чем смысл тогда результатов этого голосования? Смысл исключительно использовать это в своих внутренних целях пропаганды, чтобы в очередной раз пытаться внушить всему народу, что Россия не в дипломатической изоляции, что она ведет антиколониальную борьбу с засильем Янки западного мира, что их поддерживает глобальный юг, поддерживает Африка и так далее. Не более того, еще раз повторю, никакой обязывающей ни к чему силы резолюции Едино-Ассамблей ООН не имеют. При этом имеют исключительно символическую важность. И тем не менее, эту важность тоже нельзя недоценивать. Это все-таки единственное, что мы имеем некий эквивалент всемирного парламента, который в очередной раз, я думаю, и в этот раз покажет, что большинство цивилизованного мира на стороне Украины, а не России. Ну да, и в свою очередь, это в очередной раз показывает, насколько России важно создавать впечатление, то есть казаться, но не быть, на самом деле, тем, кем они хотят оказаться. Спасибо большое. Петр Залмаев, директор Евразийской демократической инициативы, был с нами на прямой связи. Спасибо.